SCP-3008. Абсолютно нормальная старая добрая Икеа. Объект номер SCP-3008. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Торговый центр, содержащий SCP-3008, был приобретен фондом и преобразован в зону. Все дороги, ведущие к зоне или проходящие рядом с ней, были перенаправлены. Вход в SCP-3008 должен непрерывно находиться под наблюдением. Посещение SCP-3008 не во время проведения исследований, одобренных старшими научными сотрудниками, запрещено. Люди, покидающие SCP-3008, должны быть задержаны и допрошены с последующим применением амнезиак. В зависимости от продолжительности их пребывания внутри SCP-3008, перед их освобождением, может потребоваться составление легенды. Все другие особи, выходящие из SCP-3008, должны устраняться. Описание. SCP-3008 – крупная розничная торговая точка, ранее принадлежавшая IKEA, популярной мебельной торговой сети и носящая ее название. Человек, проникающий в SCP-3008 через главный вход и затем покидающий поле видимости дверей, обнаруживает себя перемещенным в SCP-3008-1. Это перемещение обычно остается незамеченным, потому что с точки зрения жертв ничего не изменяется. Как правило, они не осознают произошедшее до тех пор, пока не пытаются вернуться ко входу. SCP-3008-1 – область, напоминающая внутреннее пространство мебельного магазина IKEA, но далеко выходящая за пределы того, что физически может помещаться в размеры торговой точки. Текущие измерения показывают площадь не менее 10 км2, не имеющая видимых внешних ограничений в любом направлении. Неоднозначные результаты, полученные с использованием лазерных дальномеров, привели к мнению, что это пространство может быть бесконечным. SCP-3008-1 населен неизвестным числом гражданских лиц, попавших в ловушку до постановки объекта на содержание. Собранные данные свидетельствуют о том, что они сформировали внутри SCP-3008-1 примитивную цивилизацию, включающую в себя создание поселений и укреплений для защиты от SCP-3008-2. SCP-3008-2 являются человекоподобными существами, живущими внутри SCP-3008-1. Внешне они напоминают людей, однако их телесные пропорции преувеличены и разнятся от случая к случаю, а рост отдельных особей может быть слишком маленьким или чрезмерно большим. Они не имеют черт лица и во всех наблюдаемых случаях носят желтые рубашки и синие брюки, соответствующие униформе сотрудников IKEA. В SCP-3008-1 присутствует элементарный цикл смены дня и ночи, определяемый потолочным освещением области, включающимся и выключающимся во время согласующейся со временем открытия и закрытия исходной торговой точки. В ночное время особи SCP-3008-2 становятся агрессивными ко всем другим жизненным формам, находящимся внутри SCP-3008-1. В ходе приступов жестокости слышны издаваемые ими фразы на английском, обычно являющиеся вариациями «Магазин закрыт, пожалуйста, покиньте здание». Как только наступает день, особи SCP-3008-2 немедленно становятся пассивными и начинают без видимой закономерности перемещаться по SCP-3008-1. В этом состоянии они не отвечают на вопросы и другие вербальные сигналы, однако яростно реагируют на нападения. Известно о наличии одного или нескольких выходов из SCP-3008-1, находящихся внутри, но они, по всей видимости, не имеют четкого местоположения, что затрудняет покидание SCP-3008-1. Использование для посещения сооружений и любой другой двери, кроме главного входа или разрушения стены торговой точки, ведет к попаданию в неаномальное внутреннее пространство изначального магазина. Со времени постановки на содержание 14 субъектам удалось покинуть SCP-3008. После подробного допроса они были обработаны амнезиаками и отпущены. Инцидент-3008-1. В 0 часов 37 минут... 2000. Человек мужского пола покинул SCP-3008. Спустя 10 секунд за ним последовала особь-3008-2. SCP-3008-2 настигла и убила мужчину, прежде чем была устранена вооруженными сотрудниками. Этот инцидент является единственным случаем, когда особь-3008-2 покинула SCP-3008. Было произведено полное вскрытие трупа. Для более подробной информации смотрите протокол вскрытия 3008-2. Мужчина при себе имел блокнот с брендом IKEA, в котором он, по всей видимости, описывал свое пребывание внутри SCP-3008-1. Его содержание приведено полностью ниже. Вот, документирую тут то, что могу назвать разве что внезапным и резким помешательством. Топографическим кретинизмом я, скорее всего, не страдаю. И все же, на момент написания этих строк я уже два дня не могу выбраться из IKEA. Сколько здесь блуждаю? Ни одной живой души не видел. Поначалу я решил было, что это розыгрыш. Переделать магазин в лабиринт, вывести народ и посмотреть, сколько мне надо будет времени, чтобы заблудиться. А потом все посмеются от души. Когда я попробовал вернуться обратно той же дорогой, понял, что это не розыгрыш. Все поменялось, я заблудился. Где был выход, там теперь стоят бесчисленные ряды книжных полок. Так что я попал в IKEA и не могу выбраться. Звучит, как завязка плоского анекдота. В 10 вечера погас свет. Я чуть от инфаркта кони не двинул. Сначала громкие электрические тынь. Потом кромешная темень. Кроватей здесь полно. На телефоне есть фонарик. Хотя сеть ни хрена не ловит. Так что я нашел себе кровать и лег спать. Следующий день почти весь ушел на попытке найти выход. Не нашел. Зато нашел ресторанчик с фрикадельками. Так что хотя бы с голоду не помру. В этом, наверное, соль того анекдота. Фрикадельки были еще теплые и свежие. Но рядом никого, кто бы мог их приготовить. Вернулся обратно к кроватям. Пока свет не погас. Без света искать их будет слишком темно. Сейчас 9 часов 10 минут утра. Свет включился совсем недавно. Кажется, всю ту часть, откуда я пришел, уже обшарил. Выхода там явно нет. Так что выберу направление и буду надеяться на лучшее. Третий день моих загадочных приключений в волшебной Икеи. Если раньше я сомневался, что здесь что-то не так, то теперь уверен. Прошагал 3 часа более-менее по прямой. Здесь можно вставить шуточку про Икею. Потом набрел на стремянку возле одной из этих гигантских полок для хранения товара. Залез наверх, чтобы осмотреться. И похоже, что оно так и тянется в бесконечность. Как та сценка из Короля Льва. Только вместо деревьев и травы здесь полки. Столы и всякий хлам. Зато приметил недалеко человека и решил пойти к нему. Сначала подумал было, что это местный сотрудник, судя по униформе. Блин, может оно и есть местный сотрудник. Вдруг местные кадровики спят и видят, как бы набрать чудил ростом 2.10. Длина руких, коротконогих и без лица. Но эта хрень совершенно меня игнорировала. Ни глаз, ни ушей на ней не было. Так что я даже сказать не могу. Осознало ли оно, что я рядом? Я было подумал толкнуть его, чтобы привлечь внимание. Но лапища у него такие, что арбуз можно раздавить. Так что я передумал. Пошел себе дальше. Вскоре потерял существо из виду и решил идти как шел. Как бы то ни было, мягкой постели мне сегодня не светит. Похоже, меня занесло в отдел невероятно жестких и угловатых столов. Думаю, придется довольствоваться кучей скатертей. А еще днем села батарейка в телефоне. Он так и не ловил. Но ощущение такое, будто я остался без какой-то жизненно важной линии связи. Знаете, как в мультиках бывает? Когда герои бегут через двери по коридору и выскакивают в еще одну дверь в том же самом коридоре. У меня сейчас такое ощущение. Я уже два дня не видел ничего, кроме одинаковых полок с книгами. Сплошные ряды, ряды, ряды. Ну, серьезно, блин. Я книги люблю не меньше других, но это перебор. Похоже, что я таки продвигаюсь вперед, потому что висящие сверху знаки остаются позади. Жаль, ни на одном из них не написано выход. Не уверен, к кому я сейчас обратился с этим вопросом. Но давайте так, я набираю руку для автобиографии, которую издам, когда выберусь отсюда. Назову ее моя совершенно нормальная поездка в обычную привычную икею. Еще один способ отсюда выб... Нашел, наконец-то, других людей. Ага, и выяснилось, что не один я тут застрял, как дурак. Повезло, наверное. На шестую ночь два местных сотрудника вышли на меня из темноты. Не такие, как тот первый, но все равно корявые. Я их услышал, они вежливым таким тоном говорили, что магазин закрыт, и мне следует покинуть здание. Не знаю даже, что тут самое странное. То, что у них ртов нет, или то, что при этом они определенно пытаются меня убить. Накинулись, как бешеные собаки. Но я и дал деру. Понесся по икее в темноте, как конченый псих. Когда бежал мимо очередной товарной полки, тогда и увидел. Факелы, прожекторы горят. Они тут целый город отгрохли. Стену поставили громадную из полок, кровати и столов. И чего только не. Богом клянусь, в жизни ничего прекраснее не видел. Похоже, они меня издалека заметили. Или услышали, как я рву от страха. Как... девчонка. Здоровый мужик. Потому что ворота были открыты, и два человека махали мне, чтобы я забегал. Когда за мной закрыли ворота, те сотрудники грянулись в них с размаху. Вежливо увещевая при этом, что магазин закрыт. А потом куда-то убрели. Город называется обмен. Потому что так написано на знаке, которое свисает над ним с потолка. Обмен и возврат. Разгоняют ночную темноту светильниками, которые удалось найти и подключить к электросети. Есть кровати, есть еда, люди. Больше 50 восхитительных людей с конечностями нормального размера. И полным комплектом черт лица. Это моя седьмая ночь здесь. И первая, которую я провожу не в темноте. Прожить неделю в Икее. Наверняка про это уже где-то сняли сериал. В компании других людей чувство приходит в норму. Возможно норма не то слово. Но после недели, когда я с компанией только звук собственных шагов, я все сильнее думал, что просто сошел с ума. Что лежу у себя, связанный в комнате с мягкими стенами и бьюсь об них головой. Но нет, сейчас чувствую, что рассудок у меня здоровый. Благодарю покорно. Выясняется, что здесь есть и другие города. Где-то больше людей, где-то меньше. Я никак не могу взять толк, как может быть, что пропадает столько людей и никто не замечает. Должен же кто-то заметить, что все посетители Икеи куда-то деваются. А может и не все. Может быть это мы такие везучие. Тех монстров-сотрудников здесь принято звать просто персоналом. Похоже, днем они нормальные, ходят между рядами, занимаются своим делом. Но вот как только гаснет свет, они слетают нахрен с катушек. Так что днем люди ищут еду, воду и еще что надо. Как выяснилось, тут есть рестораны и магазины, в которых время от времени появляется новый товар. Неизвестно, как это происходит. Может персонал пополняет? Если так, то фигово из них работник. Временами полки долго не обновляются. Людям приходится экономить еду. А не гонялись бы за людьми по ночам? Может было бы больше времени на полезную работу? Как бы то ни было, по ночам персонал звереет. Все укрываются за стенами. Вроде бы здесь везде так. Чем бы это здесь не было. Просто Икея. Корень всех Икей. Или может мы все до сих пор в обычной Икей и испытываем горячечный бред от умопомрачительной скуки. Кто знает. Я уже 10 дней. Большинство из тех, кого я спрашивал, говорили, что давно уже перестали считать. А один парень, Крис, сказал, что он здесь уже несколько лет. Несколько лет. Неразборчивые каракули. Здесь ходят слухи о тех, кому удалось выбраться. И о тех, кто видел выход. Но он растворился в воздухе у них на глазах. Мне кажется, не все в это верят. Но я верю. Это объясняет, как мы здесь вообще очутились. Вроде бы. Ну и серьезно. Монстры вместо персонала. Ряд за рядом бесконечной шведской качественной мебели. Среди этого разве сложно поверить в исчезающую дверь? Короче, сегодня я ходил с Сандрой и Джерри в магазин неподалеку искать еду. Не так уж сложно понять, что где находится, если знать местные ориентиры. Указатели над головой изрядно облегчают задачу, но есть и другие. Неподалеку эти здоровые складские полки повалились друг на дружку. Завалили огромный участок. А далеко на востоке? Мы дружно решили, что это восток. Похоже, компасов в Икеа не продают. Возвышается какая-то башня до самого потолка, вроде бы деревянная. Может быть, они там пытались через крышу пробиться. По ночам там горит свет. Значит, и люди должны быть. Но до туда несколько дней ходу. То есть, много километров. Так что никто не знает, как там на самом деле. Получается, что мне невероятно повезло. Я целую неделю спал на открытом пространстве, и персонал не разорвал меня в клочки. Вот я какой. Везучий-везучий. Нашли в магазине немного еды. Наверное, персонал ночью разложил. Очень любезно с их стороны. На стене висел телефон. Я решил попытать счастье. Мне даже кто-то отозвался. Но собеседник нес какой-то бред. Бессвязный и бессмысленный набор слов. Доводилось видеть больных афазии на видео? Примерно то же самое на слух. Я попытался поговорить, но безрезультатно. Сандра говорит, что здесь все телефоны такие. Ой, опять задаю вопросы дневнику. Прошлой ночью я задумался. Здесь очень высокий потолок. Никто не знает. Но все думают, что он бесконечно высок. Разве здесь не должна быть какая-то погода? Вроде бы я читал про какое-то здание НАСА. Такое громадное, что там были свои метеоусловия. Облака и всякое такое. Это место точно больше того здания. Но если подумать, я за все время ни разу не ощущал хотя бы колебаний температуры. Добавлю этот вопрос к большому списку странной херни. Прошлой ночью персонал напал на обмен. Их было голов 20-30. Спокойненьким таким тоном просят покинуть здание, а сами при этом пытаются разгромить стены голыми руками. Похоже, что так бывает довольно часто. Все оказались готовы. Ножи из ресторанов, тесаки из ножей для газонокосилок. Даже пожарный топор. Один парень, Вазим, даже сделал работоспособный арбалет. Короче, в стенах есть дыры. Раньше я их не заметил. И можно через эти дыры тыкать персонал чем-то острым, когда нападают. Я лично двоих уложил. Похоже, что у них не идет кровь. Что странно, но стоит начать их дырявить, ложатся не хуже нормальных людей. Утром пришлось оттаскивать трупы. Говорят, что мертвецы по ночам привлекают новых. Так что пришлось утащить их подальше от обмена. У нас есть две такие здоровые тележки, на которых обычно возят крупные коробки. Так что мы их нагрузили и повезли в выдачу товара. Как я понял, здесь все места называются по указателям, которые висят над головой. Картина в выдаче мрачная. Гора трупов персонала. Сотни, может тысячи. Но запаха нет, это огромный плюс. Кажется, они не только не кровят, но и не разлагаются. Пока мы их разгружали, я не удержался, полюбопытствовал. И посмотрел одного, порубленного сильнее прочих. Они целиком состоят из кожи или чего-то вроде кожи. Мышц нет, костей нет, органов нет. Да они вообще живые. Пока ходят и колотят по стенам, кажется, что кости у них есть. Да и ночью, когда я тыкал ножом, ощущал сопротивление чего-то поплотнее. Возможно, после смерти с ними что-то происходит. Короче, еще один пункт в списке странной херни, которая тут творится. После атаки персонала прошлой ночи мне что-то пришло в голову. Всякий раз, когда по телевизору или в кино показывают подобные ситуации, вроде конца света, или все очутились на острове, то после того, как образуется группа, все начинают друг на друга нападать. Борьба за еду, главенство в иерархии, что там еще. Здесь такого не было. Вроде бы иногда приходят люди из других городов просто навестить или поторговать, или чего-то не хватает. Но все всегда идет по-доброму, даже по-дружески. Может, угроза от персонала всех сплачивает? А может, располки в магазинах постоянно пополняются? Нет ресурсов, за которые надо драться? А может, вообще люди не так страшны, как их молюют? Хорошая идея, пожалуй, буду и придерживаться. Сегодня днем пришло 12 человек из города тележки. Говорят, что персонал ночью проломил стены и всех в городе порвал. Эти 12 единственные из сотни с лишним, кому удалось выжить. Естественно, мы их пустили. Еще одна монетка в копилку человеческой порядочности. Позже я спросил, знает ли кто, сколько вообще существует таких городов. Нам, с вновь прибывшими, удалось наскрести больше 20 названий. 20 городов, населенных людьми. И кто знает, сколько их еще здесь есть. Девизом этого места следует провозгласить. Да как такое вообще возможно? Быть того не может, чтобы кто-то не разыскивал тысячи людей, которые здесь живут. Я здесь уже два месяца с небольшим. Как выяснилось, мало что меняется. Пришло еще два человека. Рассказали точно то же, что и мы сами. Сначала славная поездочка в Икею, а потом ты в западне, в доме безликих уродов имени полки Билли. Раз или два в неделю на обмен нападает персонал. Мы их убиваем и оттаскиваем тела. Иногда они успевают зацепить кого-то из наших. Пару недель назад они убили парня по имени Джаред. Честно сказать, ужасно было. Оказалось, что у обычных людей здесь все еще идет кровь. Пусть даже персонал бескровный. Мы старались как могли, но врачей среди нас нет. Джаред был хорошим человеком. Он заслуживал лучшей доли, как и все мы. Через пару дней после того события мне пришло в голову, что никто из нас, особенно, и не искал выход. Даже не знаю, откуда бы нам начать. Сегодня мимо обмена прожужжал квадрокоптер с камерой. Я подумал, что нас кто-то уже ищет, что помощь идет. Но говорят, что это уже не первый такой случай. То же самое было несколько месяцев назад. А все, как были здесь, так и остались. Не знаю, заметил ли он нас. Но даже если заметил, то не остановился, летал себе, пока не пропал из виду. Примечание. Судя по дате обнаружения дневника, запись примерно соответствует первой успешной попытке фонда по запуску дистанционно управляемого дрона в SCP-3008-1. Анализ видеозаписи показал наличие обнесенного стенами поселения под знаком обмена-возврата. Попытки обнаружить поселение заново успехом не увенчались. Происхождение дронов, относящихся к более раннему времени, неизвестно. Сегодня за ужином я начал обсуждать с народом, кто и почему скучает. Что осталось дома? Наверное, не лучшая идея. Все потом были довольно подавленные. У многих здесь остались дома семьи. Мужья, жены, дети, собаки. У Франклина вроде есть ручная лама. Но не уверен, могу ли я в это поверить. Но оказалось, что многих здесь очень уж странные пробелы в образовании. Трое никогда не слышали о Международной космической станции. Двое из них считали, что премьер-министр сейчас... Еще один никогда не слышал о Статуе Свободы. Я им верю, вид у них был не менее растерянный, чем у прочих. Чем больше об этом думаю, тем лучше оно кое-что, кое с чем с другим стыкуется. Что если никто не ищет всех нас здесь пропавших, потому что мы все из разных мест? Да, это прозвучит странно, возможно, это надо прогласить девизом этого места. Но что если мы все здесь пришли из разных измерений, реальности, называйте как хотите? Я достаточно по телевизору передач насмотрелся, знаю, что к чему. Сара родом из такого места, где нет Статуи Свободы. На родине Вазима не запускали МКС. Если все здесь пришли из разных мест, даже внешне одинаковых, то не будет паники по поводу исчезнувших людей. Никаких массовых поисков. Просто одна точка на радаре, один пропавший человек в мире, где новости летят сплошным потоком. Ну вот, такой радостный ход мыслей. Вчера только понял, что сегодня полгода с момента моего здесь появления. Интересно, продают ли вы кей колпаки для праздников? Повседневность здесь более-менее одинаковая. Новички появляются примерно раз в пару недель. Запасы еды то копятся, то тают. Но крупного дефицита пока не случалось. Временами приходят посетители из ближайших городов. Обычно из касс или прохода 630. Мы держим контакт время от времени, иногда, если что-то у кого-то кончается, торгуем припасами. В некотором роде это успокаивает. Напоминает, что мы здесь не одни. Что есть небольшой проблеск цивилизации. Иногда приносят медикаменты. Похоже, в нескольких городах по пути от кассы есть аптека, которая время от времени пополняется. Так что они делятся, чем могут. Никогда не слышал про Икею с аптекой. Но сейчас уже не удивлюсь, если кто-то наткнется на лабораторию забора органов Икея. Это уже точно объяснит, почему персонал такой. Раз уж речь зашла о наших безликих тюремщиках, в последнее время они лезут на нас всё сильнее. Теперь по три раза в неделю. И вдвое большим числом, чем раньше. Понятия не имею, откуда они берутся и почему участились атаки. Несколько недель назад мы с Сарой попытались проследить за одним из них. Думали, он проведёт нас в комнату для персонала или что-то такое. А он никуда не пошёл, просто слонялся по проходам. Нам пришлось вернуться, так ничего и не узнав. Мы укрепляем стены. Стараемся вооружиться получше. Материалов у нас уж точно в достатке. Вазим делает ещё и арбалеты, но дело движется медленно. Очень жаль, что Вакея не торгует огнестрелом. Примечание. В описанный промежуток времени из зоны В SCP-308 не проходил ни один человек. Нас теперь бьют нещадно почти каждую ночь. А персонала столько, что по кучам трупов они почти могут перелезть через стену. Думаю, неприятности у нас нешуточные. Обмену. По-моему, обмену конец. Прошлой ночи нас прилично разгромили. Убитых не так много, но стена разрушена. И мы наконец-то выяснили, почему на нас нападали всё сильнее и сильнее. В ящик с припасами завалился кусок одного из персонала. Не знаю, как так вышло, но похоже, что на один кусок они точно так же тянутся, как и на целый труп. Всё равно теперь слишком поздно. Трупов столько, что у нас не хватит времени и до ночи трупы перетаскать. И стену починить. Кэндис созвала собрание. Думаю, там поднимут вопрос об уходе из обмена. Может, попытаемся укрыться в кассах или ещё где. Время уже позднее. Не думаю, что доберёмся до темно. Может, кто и доберётся, но не все. В конце концов, первую неделю я нормально ночевал один в темноте. С другой стороны, моё везение должно когда-то и кончиться. Наверное, я это пишу только, чтобы не оставлять текст незаконченным. Что для меня, что для любого, кто найдёт этот дневник, это последняя запись. Надеюсь, что вы читаете его за пределами этого места. Чего я боюсь больше всего? Того, что ночью умру, а утром опять проснусь здесь. Примечание. Это последняя запись. Предположительно, на пути к поселению кассы. Завтра погналась особь SCP-2008-2. Он отделился от группы и наткнулся на выход.